Всегда на ней пресно и вовеки реку. Задолго до полуночи Георгиевский собор наполнился прихожанами, теми, кто считает невозможным в пасхальную ночь оставаться дома. Растет эмоциональное радостное напряжение. Пасхальную утренню предваряют чтение, деяния апостольских и пасхальная полуночница с каноном Великой Субботы. Черное облачение священнослужителей, цвета скорби, страстей Христовых к этому времени сменены на белое. Наконец, плащаница, символ гроба Господня, уносится с середины храма в алтарь и полагается на престол, где останется до праздника Вознесения Господня. Пасхальная утренняя началась ровно в полночь пением в алтаре стихиры «Воскресение Твою Христи Спаси», с исполнением которой клир и народ совершает крестный ход вокруг собора. Песня «Воскресение Твою Христиану Песня «Воскресение Твою Христиану» «Воскресение Твою Христиану Песня «Воскресение Твою Христиану Песня» Одинцовского округа архимандрит Местор в сослужении священнослужителей собора. За богослужением пели взрослые и детские хоры. Начало пасхальной литургии ознаменовано переоблачением священнослужителей в красные одежды, цвета, символизирующего любовь Бога и человека. Это цвет крови, которую пролил Родинас Христос. Это также и символ крови за Христа. Тысячи мучеников, пострадавших за веру православную. В эту ночь Евангелие читается на многих языках мира в памяти Заветия Христа. Проповедовать Слово Божие всем народу. У нее бешен животный, живот бешен, святость любима. И святость здесь, святость дам, и дам ее пути. По окончании причастия отец благочинный огласил пасхальное послание святейшего патриарха Кирилла архипастырем, пастырем, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. А затем поздравил прихожан с Пасхой. Праздник, дающий смысл нам жизни. Праздник, который отметает всякий страх. Праздник, который утверждает, что мы родились для того, чтобы жить, а не умирать. По традиции по окончании богослужения, архимандрит Нестор всем детям, присутствующим в храме, подарил расписное пасхальное яйцо. Иисуса Христа прибили на крест. И потом его сняли с креста, положили его в могилу, он выжил потом. Иисус Христос в Крест. Это какой праздник? Самый большой или не он? Самый большой. Самый большой. Великий праздник – Пасха. А почему он великий? Ну, потому что в этот день воскрес Бог Иисус Христос. На сей раз расстались юные прихожане ненадолго. Уже в три часа дня вся молодежь Георгиевского собора, Гребневского храма, других храмов района собралась у стен собора, чтобы принять участие в традиционном молодежном крестном шествии в честь воскресения Христова. Крест. Традиция молодежного пасхального шествия в Одинцове началась 15 лет назад. Тогда воспитанники воскресной школы при Гребневском храме, одновременно являющиеся учениками школы номер 8, прошли на Пасху с пением пасхального канона от стен церкви до школы. Тогда их было человек 50. Не секрет, молодежное православное движение получило уникальное развитие именно в нашем районе. Поэтому и Одинцовский молодежный крестный ход на Пасху явление уникальное. Сегодня здесь идут и те, кто 10-15 лет назад были юными крестоходцами, теперь они идут со своими детьми. Шествие возглавляет колокольная группа, а затем следуют священники, хоры, идут все желающие открыто и радостно возвестить о воскресении Спасителя. Нынешнее шествие объединило около тысячи человек. Их безопасность обеспечивали сотрудники Одинцовского УВД. Шествие заканчивается у стен Гребневского храма, который не в состоянии вместить всех крестоходцев. Поэтому Великая Вечерня служится под открытым небом. По традиции благочинный поздравляет всех со светлым днем Христового Воскресения. Священники одаривают присутствующих расписными пасхальными яйцами, что является сигналом к началу народного пасхального гуляния. У входа в приходской центр развернулся город мастеров, где все желающие смогли получить навыки иконописи, звонарного мастерства, гончарного дела, игр, спортивные состязания, пасхальная трапеза. Каждый участник крестного хода. Да и любой житель города смогли найти развлечение по душе. Приехали недавно. Мы знали, что будет сегодня крестный ход на богослужении. И сегодня решили всей семьей пройти крестный ход. Праздник всех праздников. Как бы Христос Воскрес. Как готовишься? Как готовишься? Хвост держу. Теперь буду наедаться. Я считаю, что это очень интересно. И вместе собираться с людьми, повещать людей о таком радостном событии, о Воскресении Христов. И это, в принципе, мой самый любимый праздник. Очень хороший, светлый и чистый. Ольга Винтер, Александр Зайцев, Станислав Трифонов. Одинцовское благочиние. Телекомпания Одинцова. Одинцовское благочиние. Одинцовское благочиние. Одинцовское благочиние. Одинцовское благочиние. Продолжение следует...